Итак, всем привет, с вами на ТопГ, мы продолжаем играть за казачьего войска и ситуация у нас все так же тяжелая, но уже мы где-то вдалеке видим рассвет, скорее всего мы сможем победить. Ну а вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно побежайте кнопку подписаться, а мы же продолжаем. Я вижу, что все-таки вот здесь вот нас пробивают, если мы сюда еще одну дивизию не видим, будет плохо, так что вводим еще одну дивизию, что я могу сказать. Кстати, генерал накачивается очень жестко, это приятно, но не так много перков у него в теории возможно. Пускай потихоньку будут воевать, здесь нормально. Пытает, конечно, жидорудие, здесь еще одно жидорудие у России, бот не стесняется их использовать, но нам надо не стесняться идти на прорыв, только нужно откуда-то для этого найти войска. Я думаю, что я, наверное, возьму вот отсюда дивизию, давайте только обойдем вот эту вот провинцию как-то. Давайте, вот сюда поехали. В принципе, мы всегда можем делать вот так, и наступление полностью будет уничтожено. Но это уже другой разговор. Вообще, наверное, есть смысл вот так вот и правда сделать, чтобы чуть-чуть фронт получше стоял. У нас вот тогда на равнину наше немножко напряжение, так сказать, пройдет. Мы, наверное, даже вот сюда, хотя, блин, это нас территория, это не нас территория, так что можно в любом случае с них уходить. Вот с этих территорий, наверное, не хотелось бы уходить, но здесь сравненно перейти в лес вообще приятно. Тем не менее, на нас территориях тоже стоит приятно, только вот здесь неприятно. Ладно, сейчас есть две дивизии, как только атаки закончатся, они начнут укрепляться, и как бы с укреплениями, я думаю, будет нормально. Пока что это все статы без укреплений, конечно же. Ну и что, пять дивизий? Мы еще в теории сможем, наверное, вот отсюда откуда-то забрать одну. Так что, начинаем. Сразу перебрасываем вот так вот дивизии. Они даже пытаются зайти, но удачи им, как говорится. Не очень понимаю, как им это поможет. Сразу же давайте как-то вот так, наверное, будем их распределять. И делать еще, наверное, вот так. То есть также их поджимаем обязательно. И, наверное, да, вот это сюда сейчас зайдет. Это сюда. Прямо одну дивизию здесь. Идем на порыв, вроде как успешно. Сразу одну дивизию досюда закинем еще. Нас пытаются немножко блокировать. Можем, кстати, сделать вот так. Нужно только будет чем-то укрепить еще вот эту провинцию. Так хочется мне сюда еще одну дивизию забрать. Если бы из Волгограда. Но я понимаю, что это как раз таки самые напряженные участки фронта. Так что, наверное, нельзя. Так что, наверное, вот так вот мы можем сделать. Но не лучше. И, кстати говоря, тут еще одно ЖД орудие. Украинцы, видимо, решили вместо армии строить ЖД орудие. Решение такое себе. Так, здесь кое-как мы укрепились. Выглядеть теперь все неплохо. Дальше. Фарьковая дивизия окрушена была. Прекрасно. Вот так вот мы, наверное, сделаем. Эту мы дивизию отправляем сюда. Нужно поджимать их здесь. Чтобы все атаковало. ЖД орудия тоже мы сейчас выбьем, наверное. Хотя даже вот так я бы хотел, наверное, атаковать. Тут, конечно же, сразу есть риски. Российского фронта. Ну, вроде должно быть все окей. Можем, наверное, вот отсюда перетянуть. Я вот это ослабляю, потому что вот эти дивизия потом перейдут сюда. Если они пойдут здесь, вроде как мы все еще безопасно сидим здесь и здесь. И смотрите, получается у нас разделить уже вот эти армии. Наверное, сначала мы пойдем сюда. Правильно, конечно же, будем добивать здесь. И сейчас возьмемся ЖД орудия. Кстати, Россия здесь два имеют ЖД орудия, а Украина сейчас тоже здесь второе потеряет. У нас будет в итоге четыре ЖД орудия. Какие у нас щедрые противники. В принципе, того, что фронт с Россией рассягивается, есть и плюс того, что отсюда войска они забирают. Эти ребята вроде как держатся, но тяжело, тяжело. Ну, в любом случае, они истощили неплохо войск. Восьмидсо двадцать тысяч. Я думаю, винтовок тоже там немало. Другой вопрос, что в России, в принципе, это без разницы. Там, в стопе нас военных заводов, все на пехотке, на авиации очень мало. Ну, по крайней мере, для такой промышленности. Поэтому у них все очень грустно. А я предполагаю, что нам можно и нарастить даже производство еще штурмовиков, потому что, ну, наш воздух побеждает. Давайте возьмем еще скидку, потому что количество в воздухе тоже своего рода качество, как ни странно. Поэтому возьмем именно скидочку на стоимость. И больше будем вкладываться в штурмовики. Здесь мы добили их дивизии, прекрасно. Одну дивизию туда ставим, остальные будут добивать, ребята, вот здесь вот. И сразу же направляемся в следующую провинцию. Единственное, давайте, наверное, используем еще одну дивизию вот сюда, укрепить границу с Россией. А, готово. Безжедо орудия. Не понял. Вот сейчас не понял. А где? Блин, это, кстати, грустно. Это действительно грустно. Давайте вот сюда отправим эти две дивизии, сейчас укрепим на севере все. Убедим, что там все в порядке, я их вид именно перемещаю быстрее, потому что здесь Россия сейчас в нее взойдет иначе. Кое-как сейчас здесь задефаемся. И я также строил жидо орудия вот сюда, точнее я строил жидо путь вот здесь вот соединить, потому что иначе были бы проблемы. Но теперь все отлично. Осталось лишь чуть-чуть, чтобы фронт успокоился, и мы начнем следующее наше действие воевое. И, пожалуй, да, заберем, я думаю, вот отсюда-сюда жидо орудия. Все-таки в Волгограде у нас есть дивизии, там не должно быть активного наступления. А здесь я вижу, что нам, да, нужна поддержка. Вроде фронт начинает успокаиваться. Сейчас мы поукрепляем наши дивизии и, в принципе, можем перебрасывать какую-то новую точку атаки. Скорее всего, это будет вот здесь. Я вот здесь вот, видите, отступил немножко из этой провинции, чтобы сюда они завели войска. Можно даже в теории отступить из этой и нанести потом удар вот здесь. А потом, наверное, двигаться куда-то вот на север и сжимать вот эти тиски, получать это железнодорожное орудие. Хотя я бы, наверное, хотел бы получить до наступления, поэтому давайте попробуем сделать вот так. Эта провинция очень удивимая, надеюсь, хотя бы второй форт есть. Давайте попробуем сейчас поджать. По ощущениям. Да, господи, они сейчас всю организацию тут потеряют. Я просто зайду туда как себе домой. Да, так и есть. Я начинаю атаку сюда. Сразу же начинаю поджимать вот сюда, я думаю. Можно попробовать как-то вот так пропушить. И вот сюда тоже. Здесь есть, а здесь атакуем. А можно было бы, кстати, сразу еще и сюда сделать удар. В принципе, не вижу в этом проблемы. Железнодорожное орудие здесь я точно должен забирать. Я думаю, это гарантированно, да. Поддержим здесь атаку. Сюда мы продолжаем продвигаться. То, что они сюда идут, это они в принципе что угодно пускай делают здесь. Мы все равно сейчас вот так вот окружим. Нормально, можно единственное, наверное, вот сюда как-то дивизию оставить, чтобы контролировать ситуацию получше. Прекрасно здесь окружение. Сейчас может произойти вот так вот еще, наверное, подожмем. И потихоньку у нас даже техи тоже качаются. Это очень приятно. Каждая теха. Это плюс очень много урона всегда. И захват, но ЖД орудия мы не получили, к сожалению. Это грустно. Перебрасываем войска на север, чтобы нанести побольше здесь урона, побольше окружить. Эти три дивизии тоже сейчас будут ликвидированы. Прекрасно. Также у нас скоро будут готовы еще новые две дивизии, которые я отправлю как раз таки вот здесь укреплять фронт. А вот они. В этот раз даже обученные. Невероятно. Здесь мы также заходим. То я бы, наверное, попробовал вот сюда, кстати говоря, пройти. Наверное, как-то вот так надо. Достаточно опасно мы это делаем. Потому что сразу двойное окружение пытаемся делать и здесь, и здесь. Но я не вижу, почему мы это не можем сделать, как говорится. Нужно только, наверное, перебросить дополнительные туда резервы. Отсюда новые свободные войска. Таким образом, да, здесь еще три дивизии умирают. И я думаю, здесь мы тоже их сможем дожать. А у нас новые самолеты и все новые техи для новых самолетов. Прекрасно. Такими уже можно, как говорится, прям побеждать. Мы уже базу удержим. Но будет все еще лучше. Это у нас устаревает, конечно же. И теперь делаем мы себе штурмовичок. Единственное. Да, есть нюанс. У нас еще нету ПТО. И мы не можем себе поставить доп. атаку вот эту вот. На самолетове надо, наверное, исследовать. Так, здесь продвигаемся дальше сразу. Не тормозим. Я думаю, нам нужно двигаться быстро. Здесь также поджимаем. Как поджимаем? Я думаю, сейчас все наши должны быть усилия на юге. Здесь есть хороший шанс окружить очень большую группировку. И, в принципе, выиграть войну в этот момент, я думаю. Правда, я вижу, что нас вот здесь вот хотят зажать. Поэтому мы себе позволить не можем. Надо ускорить эти дивизии. Это орудие в Адхарьковом реально полезное, потому что здесь постоянно на нас сейчас идут атаки. Здесь же фронт немножко подуспокоился. Хотя тоже относительно. Здесь даже, смотрите, танк пытается на прорыв идти. Удача ему там, как говорится. Да, я буду не против вот так, наверное, сделать. Он может попробовать даже соединиться. В принципе, я, наверное, должен постараться этому помешать. Но нас интересует картина дальше. Потому что наши войска пока что беспрепятственно проходят дальше. Надо, конечно, подобивать эти войска, чтобы освободить и не бояться... Ну, освободить этот дивизию и не бояться окружений. И, по-моему, да. Прекрасно. Сейчас еще и здесь у нас очень солидное окружение получается. Эта дивизия возвращается сюда. И будет пробовать дальнейшие действия какие-то вести в ту сторону. Прелесть. Прелесть. Нужны только новые дивизии. Нам не хватает. Надо покупать винтовки по возможности. Здесь мы сейчас, по-моему, добьем это окружение. Давайте сделаем вот так, чтобы все одновременно точно заходили в провинцию. И вот эти дивизии отправляем дальше. Это вот так. Здесь танковая дивизия окружена. К ней сразу заходит еще одна. Отступаем сюда. По-моему, подожди, это сейчас будет телепорт? Нет. Нормально отступили. Накинет, он отступил туда. В любом случае, это минус танковая дивизия. Прелесть. Нельзя следить за фронтом с Россией, но здесь вроде как на Восточном фронте без перемен. Кстати говоря, очень важно взять вот эти вот обе, наверное, провинции, потому что здесь пункт снабжения. Так что, да, надо прям поджать, наверное. Иначе у нас... Ну, пункт снабжения и вообще же Д на восток. Точнее, ну, на запад, да. Иначе будет грустно. А, и это еще, кстати говоря, уже следующий регион, поэтому надо делать вот так, пожалуй. И добиваем Екатеринослав, хотя это займет, я чувствую, некоторое время. Да, нам точно надо добить его сначала, прежде чем идти дальше на запад. Без снабжения здесь тяжело. А Украина уже смогла реорганизовать свои силы, хотя большую часть армии, я подозреваю, да, они потеряли. Впрочем, здесь мы все еще смогли сделать очередное окружение. И танк вырвался из-за вот этого окружения. Что, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо. То есть мы сейчас заберемся ЖД полностью. Но при этом нам бы хотелось его прям полностью окружить. Что сейчас как будто невозможно, но я думаю, все еще возможно. Ладно, они завели еще одну дивизию окружения. Но танк что-то понял. Танк что-то знает, как говорится. Я даже не знаю, его можно, конечно, выпустить. Можно сделать поинтереснее. А, окей, он идет вообще в Полтаву. Все, это смерть танка. Прекрасно. И включаем здесь снабжение, конечно же. Сразу стало, видите, везде приятнее. На все смотреть. А здесь зажимаем тогда вот так. И танк сейчас без организации. Будет нашими войсками полностью ликвидирован. С того, что он пошел в атаку. Ну и что? Я вижу, куда мы еще пойдем. Вот сюда. Здесь, кстати говоря, в свободной провинции можно, наверное, их позанимать. Наверное. Как-то вот так. Татадо не будем брать, чтобы фронт с Россией не растягивался. Резервы готовятся. Прелесть. Этих ребят мы здесь добиваем. Тоже прелесть. И не стесняемся, в принципе, наверное, продвигаться дальше. Также сейчас попробуем круть вот эти две дивизии. И в идеале было бы окружить вот эти три. Но я не уверен, что это возможно. Впрочем, я так или иначе попробую. Вот эти точно, я думаю, три смогут крушить. Это будет приятным бонусом, если получится. И в Харькове начался жесткий замес. Хотя нет, ладно. Не особо жесткий. Здесь продвигаемся. Не даем им выйти из окружения. Наверное, надо как-то делать вот так. Здесь одну дивизию сюда, одну обратно на юг. Также, я думаю, стоит забрать заранее Одессу, что они туда смогут отступить. Иначе, ну, как бы это... Хотя, в теории, у них уже не должно быть здесь снабжения. Потому что у них из Киева оно должно идти. Но бот иногда немножко ломает правила, поэтому на всякий случай заберем. Ну и начинаем пытаться душить. Кстати, дорисуем вот так, чтобы здесь планирование тоже делалось. Да, собственно говоря, они оставили. Тут обычно фортификация в разных модах и в разных... Не знаю... Во всем обычно. Ну что ж, еще минус пять дивизий, и тут еще одна. Все, им уже не очень хватает даже на фронт, а у нас появились первые верфи Вау. Тот самый казацкий флот. Здесь дивизии ликвидированы. И возвращаемся вот сюда, укрепляем уже новый фронт. И добиваем здесь последней дивизии. Итак, забираем стратегический пункт вместо жительства Папича. И поджимаем теперь другие территории. Сейчас вот этих, ребят, зажмем. Еще минус три дивизии снова будет. И таким вот образом, локальными какими-то окружениями, достаточно простыми. Каждый раз по несколько дивизий. Мы армию Украины не извели андо-атмов. Теперь думаем, где мы еще что хотим. Попробовать, наверное, добить запад и потом на восток. Было бы, наверное, попроще. Так что, примерно что-то такое и планируем. Причем, да, мы можем разбивать их дивизию уже один-один. Ну, в принципе, и всегда могли, но я про то, что это уже тоже выгодно, потому что они слишком слабы и их, в принципе, слишком мало. Этих харьков тут такой нестабильный. Давайте, наверное, туда парочку дивизий отправим. Мне самых обученных, но какие есть, как говорится. Делаем, наверное, вот так. Выйдет сюда, а эти ребята помогают здесь. Ну, а здесь просто зажимаем все. Достаточно простая схема. Здесь пытаются что-то кто-то выйти куда-то, но если они пойдут слишком глубоко, то я их просто окружу и разобью. Здесь дивизия разбита. Остается лишь до захвата здесь все. Как говоря, вкачал здесь плюс скорость роста подчинения. И да, мы потихоньку-потихоньку растим здесь подчинение, это самое. Хоть и, конечно, это займет некоторое время. Это, наверное, нам немножко промышленность должно давать. И я вижу, где у нас начинается прорыв. Надо вот сюда нам срочно отправить побольше войск. Давайте уже ступим отсюда, наверное. Сейчас здесь, наверное, сами сделаем окружение. Единственное, я хочу, конечно, перед этим добить Украину, чтобы у меня здесь освободились очень большие силы. Ну, как, вот это все у нас сожмется вот сюда и будет попроще. Ну да, у нас начали прям солидно так пушить. Ну, Россия настроила уже войск. Там промышленность просто гигантская. Это неудивительно. Надо не стесняться, я думаю, контратаковать в таких ситуациях. Жд, орудие под Харьковом, пускай здесь остается, чтобы растянутые войска наши справлялись. Давайте вот это все заберем себе. И там, я думаю, совсем чуть-чуть надо будет еще, чтобы капнуть. Да, наверное, буквально чуть ли не только Киев. Давайте и возьмем его. Самое главное, что мы держим Волгоград. И, в принципе, давайте его не собираемся. Единственное, вот отсюда нас, видимо, выбили. Возвращаем территорию на своей... Да, нас выбили вот отсюда. Кстати говоря, неприятно. Но у нас уже есть силы, чтобы увидеть обратное оснабжение. У них все еще там нет. Территорию эту мы без проблем вернем. И, товарищи, да. Наконец, падение любого Киева. И мы забираем все территории Украины. Только пауза нам нужна. И давайте будем какой-то пытаться сформировать фронт. Я бы хотел, наверное, вот эти территории поудерживать. Однозначно. Здесь есть какие-то фортификации. Это леса. Выглядит как будто это то, что мне и нужно. Так что бегом туда. Ну, так как получится, конечно. В принципе, даже можно попробовать здесь поманеврировать и что-то поокружать. Если вдруг они поподставляются, как говорится. Ну, теперь, да. У нас есть такой прям солидный флот, я бы сказал. Жалко, что на это все ничего нет. Мы не интегрировать не можем. Только реально выделить, либо аннексировать. И знаете что? Как будто нам нужно это все аннексировать. Потому что потом мы это сможем интегрировать через Россию, наверное. И да, нам нужна эта промышленность. И, как ни странно, мы с этого, наверное, будем даже в плюсе по Мэн Паверу. Но, в крайней мере, починение уже растет. Так что да. Хотя, конечно, понадобится некоторое время, чтобы заполнить все эти гарнизоны. Так, войска сюда мы, да, выводим. Нормально. Быть можно будет. Здесь пытаемся мы сделать микроокружение. Ансы, как я и говорил, неплохие. Потому что войска здесь дезорганизованные. Очень много чего после передислокации. Да, 3 дивизии, по-моему, мы сможем забрать. Прекрасно это для нас. Я бы сказал, очень прекрасно. И фронт еще больше стал. Теперь у Исламской Федерации все должно стать еще попроще. Забавный факт. У них, смотрите, какой огромный счет. Хотя мы вайпаем, мы убиваем самолеты. Мы захватываем территорию. Я чувствую, они там половину России себе заберут. И они, кстати говоря, начали контратаковать. Да. И да, 3 дивизии успешно ликвидированы. Ликвидированы. Супер. Теперь думаем, где мы что хотим делать. Фронт огромный. Следующая операция, наверное, под Курском. Так сказать, кто-то самый Курский Дуган. Вообще, я думаю, нам есть смысл такими вот... Таким вот образом атаковать. Крушить Курск. И потом планировать так вот, ну... Такими клещами будем действовать. Что-то окружать постепенно. И судьба Восточной Галиции. Ух, тут мы сейчас получаем минус всего. Судьба Бреста тоже. Нам все нужно интегрировать. Нам очень нужно все. И да, смотрите, что я здесь заметил. Два ЖД орудия стоят. Говорят, заберите нас. С собой, как говорится. Ну, а я и не против. Нужно только найти войска. Которые можно на наступление потратить. И я их, конечно же, нахожу. Вообще, супер простая атака. Отлично. И не успел я в чернотаку перейти, как Россия идет в атаку. Ситуация не самая приятная. Но каких-то страшных участков фронта нету. Везде у нас все, как ни странно, хорошо. Вообще, здесь вот в России очень жесткие проблемы с сновлением будут. Кто меня более чем устраивает. Тут, более того, конечно, еще и фортификация нам помогает. Ну, и, наверное, да, регион. Давайте как-то вот так, наверное, сделаем. Штурмовики работают. Да, они, в принципе, и будут работать все нормально. Здесь авиация тоже работает. Да, очень хорошее решение было вложиться в авиацию. Я прям это вижу. Здесь нас выбивают из равнин. Вообще не совсем выбивают. Но я решаю это убить, потому что равнину этого бронять не хочется. Здесь равнина с двумя фортами, либо лес. И то, и то лучше. И войска здесь доходят. Почти что дошли. Мы туда доправляем это. Давайте тоже. Ну, это надо здесь укрепить. Все-таки. Как-то так. Нажимаю еще планирование, чтобы побыстрее планирование набрать. И пойдем вот так вот. Давайте пробуем, наверное, вот так. Отсюда тоже помогаем. И... Да. Господи, нет. Вот так. Здесь, кстати говоря, одно они рыдое орудие как будто убрали отсюда. Теперь есть только одно остается. Нормально. Хотя бы одно забрать себе. Как минимум их лишить одного будет приятно. А забрать себе еще двое неприятнее. Если прокнет, конечно. Теперь зажимаем здесь. Эту дивизию можем переправить сюда. На севере здесь, кажется, красная. Но нет. С такими статами битвы не выигрываются, как у противника. Прекрасно. Операция успешная. Им, да, мы его именно захватили. Теперь оно есть у нас. Управляем его, я думаю, в Волгоград. Только починиться на железной дороге, конечно. Хотя вот это перешлем сюда, а то пускай там остается. На наступление, да, я думаю, будем планировать все так же под Курском. Так что сюда, наверное, укрепляем фронт. Сейчас все время мы можем делать удар по логистике, потому что у нас присутство в воздухе. А вот логистику выбить им будет очень сильно, на самом деле. Потому что им нечем защищаться в данный момент. То есть наши штурмовики не несут потери. А их логистика очень будет нести потихоньку потери. Поезда истощатся. И хоть у них и будет снаряжение, у них не будет на чем его доставлять. Либо они, конечно, переставят кучу своей промки на поезда. Но это не очень выгодно, очевидно. Так что поехали. И еще же до орудия заодно тоже дамажим. Кстати, насчет этого. Пожалуй, я бы хотел их не дамажить, а захватывать. Так что давайте делаем как-то вот так, пожалуй. Здесь наша дивизия переходит вперед. Сразу же планируем расширить фронт. Сразу же поджимаем здесь направление. И продолжаем движение вглубь. И вроде как у нас успешно получается. Вот образом, видите, почему я продолжаю все равно идти вглубь? Потому что у них периодически есть дивизии. И окружить их будет намного проще, если мы будем продолжать дальше идти. Потому что яишка не держит никаких резервов сзади. На случай вот таких вот прорывов мы, очевидно, держим. В нормальной игре. Против яишка держать такие резервы мало смысла имеет, если честно. Кроме случаев, когда вы играете в Миробузо. Там все, что можно только сделать, нужно делать. Обязательно. Зажимаем дивизии. Минус немножко дивизии. Минус 2GD орудия. А может еще и плюс нам. И да, плюс 1GD орудия. Это супер выгодно. Ну что, пока что планируем куда двигаться дальше. Но эта серия, ребят, подошла к концу. С вами был Лоб Кэй. Невероятная война. Так что обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны, чтобы не пропускать такие же. Ну и до скорых встреч. Дискорд Бусти в следующем описании. Пока.